МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это дневники игр «Дети Азии». Я, Айсена Бурнашова, Максим Кордозу, и мы приветствуем вас! Привет-привет! Айсена, чем мы сегодня будем удивлять и чем радовать в нашем выпуске? Максим, сегодня порадуем итогами соревнований по дзюдо, баскетболу, в больной борьбе, а также узнаем, как дела у спортсменов на ринге и на паркете. Уже не терпится узнать все подробности нового соревновательного дня. В борьбу за золото вступают юные дзюдоисты, и этот вид единоборств считается самым популярным в мире. Им занимаются только, подумайте, больше 28 миллионов человек. Вау! А 200 тысяч из них – наши россияне. И не секрет, Максим, что дзюдо – это любимый вид спорта нашего президента. Владимир Путин имеет восьмой дан по дзюдо. Не секрет, что боевые единоборства, такие как тэквондо, дзюдо и карате, пользуются большой популярностью у поклонников спорта. Потому что здесь, в первую очередь, все очень зрелищно, ну а во вторую, конечно, неожиданно, потому что неизвестно, что в какой момент может произойти на татаме. Дзюдо – это не просто спорт. В первую очередь, это философия уважения к старшим и, разумеется, к сопернику. Да и более чем известно, что азиатские народы – любители единоборств. Через многие века они несут традиционные виды спорта, которые сегодня вышли на мировой уровень. Сегодня на татаме сошли спортсмены в категориях девушки свыше 70 и юноши свыше 90 килограммов. Первые награды принимающей стороне принесли воспитанницы Бадоржа Гамбадоржа, Лейла Неупокоева и Евгения Чесибиева. В их копилке наград по одной бронзовой медали для сборной нашей республики. Серьезно настроены были и спортсмены из Беларуси. Выступление которых на нынешних играх – дебют. Для меня, скорее всего, это будет больше опытом каким-то, потому что медаль забрать не получилось, к сожалению. У меня немного получше. Я стал, получается, третьим. Но тоже не все получалось, что хотел. Победы юные спортсмены посвящают своим родным и тренерам. В силах уверены все дзюдоисты. Однако на татаме может произойти все, что угодно. Соревнования по дзюдо в рамках игр «Дети Азии» проводятся аж с 1996 года. Самой постоянной страной-участницей во всех видах соревнований является Республика Казахстан. Готовились ребята серьезно. Не будем исключать и факторов фортуны, которая сегодня оказалась на их стороне. В целом неплохо. У нас первый день четыре медали, одно золото, три бронзы. Второй день у нас одно золото, одно серебро и одна бронза. И сегодня мы еще боремся, ждем финальный блок. Девочка весовой категории свыше 70 кг у нас становится победителем данных игр. Но еще в процессе борьба идет у нас. В целом настроен очень хороший. Настрой очень хороший, у нас очень сильные ребята. Мы на этот турнир подготовились очень осознанно. У нас было два этапа подготовки к этому турниру. Поэтому думаю, что у нас будет и не одно золото. Надеюсь, что сегодня мы порадуем двумя золотыми медалями нашу страну и весь наш народ. Достижение победы атакующий борец должен либо выполнить бросок соперника на татами на спину, либо провести удержание на 30 секунд. Или же болевой или удушающий приемы. Экшен происходит во время схватки и в голове у спортсмена, что помогает достичь успеха. Тяжело, много не получалось. Потом поймал на ошибки. Дзюдо важно и нужно уважать всех. Благодаря этому качеству выигрывают сильнейшие. Подход тренера к воспитаннику тоже оказывает влияние. Кто-то обладает строптивым характером, кто-то напротив – спокоен, как скала. В дисциплине дзюдо разыграют 17 комплектов медалей, как среди юношей, так и среди девушек. Финальные схватки покажут, кто подарит своей команде значимый результат. Впрочем, одно известно точно – эти соревнования определенно станут трамплином в большой спорт для юных дзюдоистов. Надежда Саханская, Георгий Григорьев. Йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу! Максим, как тебе мои брейк-данс-движения? Сомнительно, но ладно. Я бы с удовольствием, мои сына, посмотрел в твоем исполнении на па-ис-ча-ча-ча или танго. Вот как! А вот на играх «Дети Азии» соревнования по танцевальному спорту проходят сразу по двум дисциплинам – брейкингу и двоеборью. Так что каждый найдет себе вид танца по душе. В дисциплину двоеборья входят две программы. Европейская – это медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп. И латиноамериканская, в которую входят самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джаев. Десять разновидностей танцев, отличающиеся по характеру, технике и темпу. Спортсмены должны не только в совершенстве владеть техникой и иметь потрясающую физическую форму, а также артистизм и индивидуальный стиль. Судьи оценивают очень много подпунктов, очень много критерий. Поэтому хорошая пара – это та пара, которая умеет видеть площадку, которая хорошо взаимодействует в паре, которая держит контакт со зрителем, с друг другом и также показывает высокую технику и механику. Валерия Подрядова и Лев Огорельцев – представители Уральского федерального округа. Своей сильной стороной считает эмоциональность. Перед финальным выступлением пара продемонстрировала нам свой ритуал, который заряжает их на победу. Мы умеем очень хорошо показывать свои эмоции, вот как раз-таки отдавать энергию и, как Лева сказал, устраивать шоу. Профессионализм и хороший настрой дали свои плоды. Команда Уральского федерального округа стала чемпионами в танцевальном спорте восьмых игр «Дети Азии». Чемпионы поделились своими планами на будущее. Есть мечта, наверное, выйти на мировой уровень, стать чемпионами мира, конечно же. Наверное, открыть клуб. Мы, я помню, раньше… Это уже когда будем совершенно летним. Да, взрослыми. Серебряными призерами игр стала команда Москвы. В своих выступлениях пара выделялась яркой харизмой. Выделение скорости, акцентов, эмоциями, привлечения публикой. Ребята выступили достойно. Высоко ценили отзывчивую публику и организацию. И также поделились своими планами на будущее. Я хочу стать тренером в будущем, открыть свою танцевальную школу. У него тоже явно много планов. Я хочу очень развиться в танцевальном плане, стать высокооплачиваемым тренером и построить свою школу танцев. И открыть свой танцевальный ресторан. Танцевальный спорт в программе «Игры «Дети Азии»» был только в 2008 году. Спустя 16 лет дисциплина вернулась в игры и порадовала зрелищными выступлениями и высоким уровнем исполнения номеров. Организаторы и зрители надеются, что в следующих соревнованиях дисциплина соберет еще больше представителей с разных стран. Морферина Алексеева, Станислав Потапов. Айсена, вот как ты думаешь, в каком командном виде спортсмены используют мяч, и при этом драйвовая музыка играет очень важную роль? Ну, если речь идет о команде, мяче и музыке, то это художественная гимнастика. Да, ты абсолютно права. Но я сейчас говорю о баскетболе 3 на 3. Представляешь? Там все эти элементы тоже важны. Давайте скорее узнаем, кто стал властелином баскетбольного кольца. Финальный день соревнований по баскетболу в борьбу за медали вступили 8 лучших команд. Среди юношей в финал вышли команды Белоруссии и Узбекистана. За третье место сыграли Таиланд и Уральский федеральный округ. Среди девушек за золото сражались Беларусь и Урал. А за бронзу сборная Якутии и Казахстана. Представительницы казахской сборной с первых минут начали показывать свое преимущество. Активные защитные действия, яркие передачи и результативные атаки. И сборная хозяйки игр остается позади по очкам. Тренер сборной отмечает, противник жесткий, игра жаркая. Очень жарко, я бы сказала, очень напряженно. Тем более играть против хозяев всегда было тяжело играть, очень. Но мы настраивались, мы знали, что будет очень жарко, мы настраивались. Девчонки у меня были настроены, они шли к этой победе. И осознанно, хочу сказать, насчет этого, молодцы они. Потому что медали такого уровня мы еще не завоевывали. Это для нас первая медаль. И я считаю, это уровень классный. Аминь, молодцы! Давай, давайте, мы начинаем! Дудки, вывузелы, палки, стучалки и флаги. Все 10 минут матча трибуны не умолкали. Такая поддержка, безусловно, много значит для спортсменов. Второй номер. Казахская сборная отмечает, что в самые напряженные моменты матча энергия болельщиков придавала необходимый заряд. Последние секунды трешкой забиваешь. Не знаю, только хорошие эмоции, тебе все скидывают. И такая, одна, и трешка забиваешь. Соперники очень тоже играющие, которые хотели оторвать нас в борьбу, но мы оказались сильнее. Мы сыграли командные в этот раз. Как признаются сами спортсмены, баскетбол учит не сколько выносливости и целеустремленности, сколько работе в команде. Ну а слова баскетболистов очень удачно дополняет слоган самих игр. Один континент, одна команда. Петр Васильев, Ренат Нахеев. На этих играх одними из самых посещаемых турниров стали схватки по вольной борьбе. И неудивительно, в Якутии этот вид спорта обожают. Особым уважением пользуется имя тренера Дмитрия Коркина. Он воспитал целую плеяду чемпионов мира и олимпийских игр. А еще разработал уникальную систему тренировок и несколько тренажеров для вольников. Я уверен, этим наследием пользуются участники игр Дети Азии. Конкуренция на коврах действительно серьезная. Схватку открыли спортсмены из сборной Якутии и сборной Дальневосточного федерального округа. Владислав Спиридонов совсем недавно стал заниматься вольной борьбой. Пройдя сложный отборочный этап, он с большой гордостью выступил на играх Дети Азии. Какими бы сильными не были соперники, сдаваться без достойной борьбы никто не собирается. Главный совет от тренеров – тот, кто не тренируется, не становится чемпионом. Бой просто физически немножко сильнее. И, скажем так, он просто удачно первым начал атаку, сделал бросок и, в принципе, удачно и положил на лопатки. А так они ровесники, ребята молодые. У них еще все впереди. Однако немаловажным является эмоциональная сторона. Вдохновлять и вселять веру в себя – вот основная цель родителей юных спортсменов. В то время, как сказали, вы будете участвовать в Дети Азии, у меня уже волнение. Одно то, что он участвовал, у меня уже гордость. Главное – участие для нас, потому что мы только начали, только начинаем, надеемся еще больших успехов. Под поддержку болельщиков на ковер вышел борец из Монголии. Он стал настоящим триумфатором. Броски, захваты, перевороты – все это про вольную борьбу. Олимпийский вид спорта с довольно строгим требованием к приемам. Задача борца – положить соперника на лопатки. Также в вольной борьбе чисто считается победа на туше, когда противник в течение нескольких секунд касается ковра лопатками. Именно это выполнил борец из Монголии. Захваты, переводы, секреты в технике борьбы от их тренеров несомненно помогли борцу в чистую одолеть своего соперника. Складка прошла отлично. Соперник достаточно подготовленный. Но я оказался быстрее, сильнее и смелее. Благодарю своего тренера за отличную подготовку и за проведение игр «Дети Азии». «Дети Азии» считаются одним из главных стартов для многих борцов. И именно с этих игр начинается путь в большой спорт. Андрей Винокуров, так же, как и эти юные борцы, принимал участие на шестых играх «Дети Азии». Теперь он является чемпионом и мастером спорта России. «Дети молодцы, хорошо тренировались. Пришли многие. Там еще новые спортсмены, новые чемпионы будут. И желаю новых побед детям». Завершились четыре дня яркой и зрелищной борьбы. Ковер триумфа зажег новые имена. Несмотря на юный возраст и ограниченные возможности, страсти на ковре кипели совсем не детские. Каждый старался выложиться на максимум и одержать победу над соперником. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Иннокентий Соловьев. Максим, а ты знал, что название «кикбоксинг» придумал Чак Норрин? Конечно. Это довольно молодой вид спорта. Он начал активно развиваться только в 70-е. Сочетает в себе элементы бокса, карата и тейк-ван-до. Да, а еще спортсмены наносят удары руками и ногами только в боковые и передние части тела выше пояса. Такие правила. Кикбоксинг впервые представлен на играх «Дети Азии». Давайте посмотрим репортаж наших коллег. «Дети Азии». Член сборной Якутии Маша Ди Гусейнов кикбоксингом занимается шестой год. Выступает в весовой категории 51 килограмм. За право выйти в финал спортсмен провел бой с москвичом. На протяжении всех трех раундов Маша Ди работал точными комбинациями. Упор делал на лоу-кике. Ну, ног побольше, во-первых. Ну, немного полегче поработать, чтобы хватило на все раунды. Ну, и все, в принципе. А дальше комбинации, там все такое. Я понял, что лучше начать с легких ударов, чтобы под конец боя мне хватило на взрыв. Ну, я думаю, он начал бой слишком сильно напряженно. И поэтому к третьему раунду он сильно устал. Дома и стены помогают. Поддержать юного спортсмена приехала вся его семья. Особо волновалась и болела за любимого внука бабушка Суда Багусейнова. «Сердце мое, вот маша дея. Мама всегда идет, папа идет. Время у меня нет. Сегодняшние дни я была. Вот все мои семьи». Якутская школа кикбоксинга на высоте до финала соревнований по кикбоксингу восьмых спортивных игр «Дети Азии» дошли 8 спортсменов из 10 участвующих. На всех весовых категориях заявлены якутские спортсмены. Жесткая борьба за медали. В финале «Файтеры» выложились на полную, ведь на кону стояли заветные медали восьмых спортивных игр. Эти спортсмены войдут в историю игр, как первые медалисты кикбоксинга на «Детях Азии». Матвей Лобач из Сибирского федерального округа на этих соревнованиях провел два боя. В финале он встретился с якутским спортсменом. Если у его соперника к третьему раунду покинули силы, то у Матвея с каждым раундом силы и скорости как будто прибавлялись. Этот финальный бой сибирский спортсмен выиграл вне всяких сомнений. «Всегда арсенала много, бегай много. Тренировки по 4 часа в день с 5 до 9 до 8. Так бывает, так что дыхалки хватает на все. Якутские бойцы очень хорошие, заряженные. Ребята с характером, сразу видно. На сборах с ними стоял перед первенством России. Прям все такие плотненько работают, все красавчики. На дебютных соревнованиях по кикбоксингу восьмых спортивных игр «Дети Азии» отличились хозяева игр. У сборной Республики Саха 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Якутская школа кикбоксинга уверенно доказала свое превосходство в этом виде спорта. Роман Савинов, Степан Атастыров. Айсена, что ты делаешь? Изображаешь амазонку? Максим, не мешай мне, я сосредотачиваюсь. Мне необходимо попасть в мишень на расстоянии 60 метров. Ух ты, все, не отвлекаю. А вы пока можете посмотреть соревнования на играх «Дети Азии». Максим, я не попала. Все-таки помешал. Мамонтенок Мадун натянул свой лук и прицеливается к мишени, чтобы попасть прямо в яблочко. А бурундук Саина, конечно же, его поддерживает. Мы, конечно же, уверены, что Мадун наберет максимальное количество очков. Ну а кто же из участников наберет больше всех баллов, мы покажем в нашем сюжете. Внимание приковано к фаворитам соревнований. Москвичи на предыдущих играх забирали всевозможные награды и медали. В этот раз они представлены только двумя спортсменами. Несмотря на то, что нас так мало, мы рассчитываем достаточно на высокие результаты. Привезли сильнейших в этом возрасте. Вот. Команда для нас, в общем-то, не новая. 60 метров мы регулярно стреляем в Москве, отбираемся. А вот лучник из Кыргызстана участвует на играх «Дети Азии» уже во второй раз. Так получилось. Возраст совпал. Во Владивостоке ему было всего 11 лет. Но и здесь Лукфула младше всех своих соперников. Не с главным тренером пошел. И мандраж был у меня тогда. Вот сейчас нормально. Сейчас хоть не последний, но нормально. В списке участников три мастера спорта из Беларуси, Урала и Дальнего Востока. А всего на огневой рубеж вышло 47 спортсменов. У нас сильные спортсмены российские, конечно, из Дальневосточного федерального округа. И интересно, что все команды представлены спортсменами из разных регионов своих округов. То есть это тоже здорово, что каждый регион смог направить... Ну, не каждый, конечно, но сильнейшие спортсмены из своих регионов приехали участвовать. То есть отбор был серьезный. Здесь много тех, кто участвовал на играх «Дети Азии» в разное время. А сейчас они выводят уже своих подопечных. Среди них чемпион игр 2012 года Михаил Симушин. Все зависит только от самих ребят. Они как бы управляют своей стрельбой. Я уже все, что мог сделать, сделал на тренировках. А тут я могу их только направить, подуспокоить и все. Почетный гость, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Туяна Дашидоржиева. Уверена, что игры «Дети Азии» – стартовый толчок в большой спорт. 12 лет тому назад она на якутской земле, на этом же самом стадионе. Не юность, познала вкус победы. В комплексе всего соревнования вообще отличные для 16-летнего возраста, просто идеальные. И мне кажется, сейчас наши спортсмены получают огромное удовольствие от них. «Дети Азии» – один континент, одна команда. По итогам первого дня лидируют Алдар Матвеев из Сибири и Александра Циденова из Дальнего Востока. Но самое интересное впереди – спарринги в личке и в команде. Сергея Негорова и Крольсов. Это был выпуск дневников игр «Дети Азии». Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok